Село Нижняя Ларчала, Медынский район. 27 марта примерно в 9 часов ночи водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Установить личность и найти подозреваемого удалось спустя сутки. Оживленная трасса, пешеходный переход есть, но знак лишь один. Очевидцы говорят, что водитель черной иномарки двигался по улице Киргизская в сторону объездной дороги и полагают, что подозреваемый ехал на большой скорости. Далее, не успев затормозить, на пешеходном переходе сбил двух школьников. Удар, говорят свидетели происшествия, был такой силы, что дети отлетели в разные стороны, примерно на 3-4 метра от пешеходной разметки. С момента происшествия прошло два дня, а на месте ДТП все еще можно разглядеть следы застывшей крови. Я только видел, что на дороге лежали пацаны. Я подошел, там много людей было, толпа собралась, думаю, что такое, что случилось. Подошел, смотрю, там пацаны лежат, что сбила машина. Одного подошел, сбила машина, потом подошел, второго тоже сбила машина. Они лежали на земле, и они их не поднимали, ничего. Они лежали на земле. А один лежал, хрипел, а один лежал, просто так дышал, тихо. Все, кто находились на месте происшествия, говорят, что до приезда скорой помощи детей не трогали. Боялись причинить еще больше вред их состоянию. По словам свидетелей, дети лежали на асфальте, издавая хриплые звуки. Ну а на этой фотографии 21-летний подозреваемый, который, по словам сотрудников милиции, пытаясь скрыться от ответственности, снял с машины номера и загнал автомобиль во двор. От сильного удара, говорят правоохранители, на машине разбитый передний бампер, лобовое стекло и правая фара. Также на автомобиле остались следы крови. Водитель 2001 года. По данному факту, согласно статье 312, части 2 Уголовного кодекса Крыльевской Республики, возбуждено уголом дела в мере пересечения во дворин ЭВС ОУДАЛОМИДУСКОРАНО. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Далее будет назначена медицинская и судебная экспертиза. Если вина подозреваемого подтвердится, то его могут лишить свободы от 8 до 10 лет. Между тем, медики сообщают, что один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Дышит самостоятельно, но время от времени мальчика подключают к кислородному аппарату. Школьнику 12 лет. Диагноз – сочетанная травма, множественные повреждения разных анатомических частей тела. К тому же, мальчику по стабилизации состояния будут делать операцию на ключицу. 23-20 поступил. У нас один ребенок 11 лет после ДТП. Сознание сейчас стабильное. С диагнозом лежит у нас здесь в отделении нейрохирургии, с отраслением головного мозга и ушибленной рано-лобной области. Другой ребенок первый день поступил в национальный центр нейрохирургии. Там был в реанимации до суток. Вчера вечером, позавчера, то есть 27-го в тот же день, по линии санавиации были нами консультированы и оставлены до следующего дня. Вчера к нам перевели. Он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, без сознания. По словам медиков, родные школьников находятся рядом. Навещали ли мальчиков, родственники подозреваемого пока неизвестно. ДТП в стране не становится меньше. К сожалению, в столице сегодня произошел еще один автонаезд. Примерно в 10 утра в микрорайоне Восток-5 водитель легковушки Ауди не справился с управлением и сбил людей на остановке. Женщину с ребенком и еще одного гражданина. Для мамы с ребенком вызвали карету скорой помощи. Третьему пострадавшему медпомощь оказали на месте. Водитель автомашины марки Ауди не справился с управлением и совершил автонаезд на троих граждан, которые находились на остановке. Ждали общественный транспорт. Но пострадавших двое. На месте работали сотрудники патрульной службы милиции. На территории столицы в период с 18 по 24 марта сотрудниками управления патрульной службы милиции было выявлено около 6 тысяч нарушений правил дорожного движения. По результатам рейда было установлено, что большинство нарушений связаны с тем, что водители не пропускают пешеходов. За 6 дней зафиксировано свыше 240 фактов.